всем привет с вами марина и мои цветочные друзья и сегодня хочу показать вам фронт работ я говорила вчера что мы с вами займемся пересадкой пеппероми и мы обязательно этим займемся но получилось так что срочной пересадки потребовали другие растения ну а заодно с ними выскочили еще некоторые которые сейчас вам хочу показать пересадка у многих пересадка у каждого вернее по своей причине вот диплодения пестролистная и она выпустила такой вот длинный уз что его требуется срочно прикрутить к опоре но так как горшочек маленький то опора здесь не поместится поэтому диплодения будет пересажена в больший горшочек дальше мой дремиопсис красавчик вариегатный посмотрите то есть пестролистный и от него я хочу отделить пару деток пользуясь тем что у нас погода держится пределах 20 градусов сейчас ну и соответственно должно безболезненно для него пройти отсаживание деток следующий цветочек это сингониум сингониум вайт центр ну и тут часть цветов как раз и основная масса вернее цветов вынесена сюда для пересадки потому что слишком маленькие горшочки в частности вайт центр в маленьком стакане растет и кроме того там уже известковый налет от поливов хотя воду я и стараюсь отстаивать дальше хоя мультифлора вы посмотрите они у меня уже скоро год как живут это для меня вообще рекордные сроки потому что я очень быстро их замучивала очень быстро вот их две у меня с зеленым листом и с пестрым листочком то есть они тоже по причине ну вот здесь не маленький горшок но тут я слишком много набабахала сюда кокосов грунт и поэтому такие некрасивые рыжие разводы на стакане просто хочу пересадить для улучшения внешнего вида дальше а это вот как раз маленький стаканчик это сингониум а ретрофилум темный сорт кстати для того чтобы он темным и оставался нужно его держать на достаточно хорошем освещении дальше филадендрон бразил триколор тоже из-за маленького стаканчика и вот красандра желтая она у меня просто каждый день падает опускает листья то есть быстро быстро пересыхает торф хочу тоже пересадить ее в больший стакан у сциндапсуса enjoy здесь стаканчик небольшой но там вермикулит то есть как он укоренился так там и растет ну а так как вермикулит практически без питательных веществ то срочно нужно его пересадить и гемеграфис нарезанные черенки далее корешочки покажу вам вон они беленькие корешочки тоже их пора определить уже постоянные стаканчики но это нужно сказать что так сопутствующие цветочки которые вышли сюда уж по причине того что требовались пересадки другим растениям а каким другим я сейчас покажу вот массовые пересадки это мои бугенвилии посмотрите я все-таки укоренила их хочу поблагодарить олю канал олька дом растений то есть я пыталась черенковать и у меня не получалось я думала ну все значит это не мое буду просто любоваться цветением бугенвилия черенковать не буду но потом глядя как оля так играючи просто укореняет череночки у меня просто взыграла ретивое сердечко думаю ну как же так люди же вот запросто а я что не умею что ли совсем и я стала пытаться и у меня получилось представьте у меня получилось сама удивлена вообще бугенвилии давным-давно уже в группе моих любимых цветов потому что мало того что они красиво цветущие они еще и не капризные и несомненный плюс в том что их в общем-то в добрый час сказать не любят вредители они их не едят почему-то даже белокрылка можете себе представить а между тем это красиво цветущие растения посмотрите какая шапка цветов это сорт клон of fire и у него расцветка меняется от оранжевой от ярко-оранжевой к ярко-малиновой можете себе представить такая цветовая гамма необычная обычно желтые да желтые оранжевые розовые малиновые а тут распускается кисть оранжевая а потом на ней появляются такие ярко-малиновые пятна очень интересный сорт хоть бы не сломать его сейчас конечно после дождя сильно бугенвилии пострадали у нас был не просто дождь а ливень почти тропический поэтому такого они конечно не любят в идеале бугенвилии должны стоять так чтобы вода им доставалась только от полива который выполняет хозяин ну и кроме того на дожде портятся шапки цветов они моментально преют чернеют то есть бугенвилия любит как раз засушливый период летом она хорошо цветет хорошо выглядит любит водичку но нужно поливать после того как грунт просыхает сейчас показываю вам красивый пестролистный сорт к сожалению у меня не все сорта с названием некоторые просто подписаны по цвету шапок которыми бугенвилия цветет и вот и этот сорт тоже у меня без названия но посмотрите какой красивый лист кроме того молодые листочки они такого розового цвета что издали даже можно принять их за цветочки что хочу сказать об укоренении получилось укоренить в вермикулите то есть основная масса бугенвилии которые здесь стоят они укоренялись в вермикулите я показывала вам вот буквально недавно предыдущих видео эти корешочки которые образовались у бугенвилии в вермикулите а сейчас для сравнения хочу показать что вот в торфе бугенвилии выглядят не так хорошо даже по росту сравнить посмотрите вот укоренялись в торфе и вот в это же время были поставлены вермикулит то есть эти уже пересажены в обычный грунт потому что они быстрее укоренились и лучше выглядели а эти еще стоят в маленьких стаканчиках потому что было непонятно укоренились они или нет поэтому если сравнивать вермикулит и торф то вермикулит у меня получилось лучше но это не значит что у всех прямо лучше получится вермикулите у каждого свое любимое средство для укоренения и грунт в том числе и вернее способ да любимый способ кто-то укореняет одним способом кто-то другим способом у каждого свой любимый у меня получилось так и сейчас мы с вами несколько бугенвилий пересадим посмотрим корешочки и покажу какие стаканчики я беру а для этого ставлю камеру смертельный номер так и убираю бугенвилию которая была поставлена на показ горшочки я беру вот такие это горшок номер 12 дренажа здесь не будет для в качестве смеси для пересадки я беру торф с перлитом хотя взрослые растения да что ж такое это простите взрослые растения у меня уже посажены в достаточно тяжелый грунт то есть там к торфу и перлиту добавлена и садовая земля а здесь просто для наращивания корневой системы взят совсем легкий грунт но надо сказать что в торфе растения уж точно мы не зальем это трудно сделать это во первых во вторых если мы лишние воды налили то она просто-напросто впитается какое-то время подержится а потом быстренько испарится то есть торф недолго держит воду если вовремя поливать цветочки и держать их под камеру контролем под присмотром то никакого никакого вреда от того что растения будут находиться в торфе никакого вреда не будет ну вот такой черенок он растет в стакане пророс уже сквозь стакан ну и конечно за то время пока он стакане находился появились такие грязные внутренние поверхности у стакана и общий вид стал очень неаккуратным поэтому пересаживаем уже в горшочек размещаем в горшочке раздавливаем земляной ком и засыпаем торфом и знаете что важно важно подписывать вот сейчас буду ставить один подпишу чтобы показать вам как подписываю а все остальные просто буду уже потом когда пересаживать сразу же тоже подписывать потому что потому что иначе нам удачи не видать подписывание нужно делать обязательно это у меня не сорт это у меня цвет цвет розовый не махровый поэтому так и пишу розовый не махровый подписываю вчера уже говорила подписываю вот таким штрих-кодом который продается в канцелярском отделе и служит для исправления ошибок то есть замазывать буковки а я вместо этого пишу на горшочках такая надпись не стирается в течение года то есть она под всеми дождями ветрами и так далее находится и не стирается и хочу сказать что хорошо зарекомендовал все-таки себя простой карандаш вот я сейчас просматривала свои посадки и там где на бирочке написано карандашом карандаш остался а где было написано фломастером фломастер практически вот растекся вот показываю вам видите оранж написано еще разбирается но с трудом только кое-где кое-где осталась подпись фломастером а вот карандаш остался тут легко читается лососевый цвет сейчас еще покажу карандашик еще раз покажу смотрите вот он фломастер тонкий фломастер практически не читаемые то есть фломастером не подписывайте карандаш остается вот опять карандаш карандаш читаемый пайт айс написано но самое надежное еще раз говорю это штрих-код так посадили один стаканчик давайте попробуем достать достать из торфа долго 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 тут укоренялось все в торфе и корни плохие посмотрите посмотрите вообще еле-еле душа в теле но кстати тут у меня не то тут торф с песком я почему-то посчитала что песок бугенвилле и понравится а между тем получилось что не очень-то он понравился то есть корневая система никудышная но она есть поэтому попробуем посадить череночек уже растущий выглядит он более-менее хорошо сейчас горшок большой можно было взять поменьше но раз уж наметила эти горшочки то пусть будут эти табличку сюда втыкаю и поливать буду ну очень-очень умеренно вот там где у меня будут таблички торчать это будет означать что я пересадила из торфа и корневая там слабенькая то есть нужно взять под контроль эти черенки ну давайте посмотрим случайно это или нет давайте еще возьмем выбрала там где макушечка понравилась а это оказался вермикулит а я хочу взять торф вот он торф тоже такой веселенький череночек посмотрим не зря ли он веселится нет вот здесь корневая получше здесь она уже по кругу горшочка но еще раз говорю добавляла песок но я так думаю что зря я это делала потому что не вижу я особой пользы от песка при укоренении бугенвили именно но корневая тут есть так а сорт это оранжевый махровый тут нет этикетки тут на подписан стаканчик поэтому мы сразу подписываем оранжевый махровый ну корневая неплохая да в этом случае корневая неплохая ну и давайте третий возьмем стаканчик тоже торф торф проверяем ну есть тут вообще мне не подписано какой это цвет есть корневая система хоть и не сказать что прямо очень уж замечательная но она есть то есть в торфе еще раз говорю у меня конкретно получилось хуже в вермикулите череночки быстрее укоренились и корневая там нарастает на мой взгляд лучше это скорее всего розовая похоже по листу похоже на розовую ну давайте возьмем теперь вермикулит это это сорт бетерфляй только не знаю пурпурный или желтый ну вот смотрите черенок поставлен позже чем те которые вот я предыдущие пересаживала а корневая система наросла лучше ну и причем там где вермикулит посмотрите во первых она корневая система такая мочковатая то есть ее много корешочков сразу не только внизу а и по стеблю выше чем вот низ череночка ну и вермикулит частично можно оставить то есть я стряхнула то что стряхивается остальное оставила никогда не задумывалась у меня два сорта бетерфляй это такие как осы цветочки то есть с острыми листиками не смотрела не сравнивала листики насколько они отличаются друг от друга потому что тут я разобрала надпись что это бетерфляй а какой именно бетерфляй не знаю но и своеобразные листья то есть бетерфляй я узнаю но вот по цвету не различала ну вот такие пересадки я сейчас и буду выполнять знаете что еще хотела показать если укореняются вот я хотела попробовать и попробовала в одном контейнере несколько черенков и вот здесь у меня два черенка сорт white айс а вот здесь было поставлено два четыре шесть шесть черенков из них укоренилась раз два три четыре 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 с листиками один совсем без листиков и один такой еле-еле душа в теле и посмотрите что творится вот там уже надо искать улитку это бедствие просто улиток невозможно вовремя обнаружить они так прячутся умело что когда уже нахожу повреждения механические вот тогда начинаю детально просматривать горшочек искать где же она там притаилась но часто и густо бывает что она в это время уже благополучно отдыхает где-то на соседнем растении то есть не остается на месте преступления ну вот давайте попробуем достать эти черенки недавно они воткнуты сюда посмотрите корневая уже есть но корневая не сказать что прямо очень хорошая рассажу их сейчас в стаканы в отдельные стаканы возможно возможно из-за того что много вермикулита слишком много свободного да то происходит замокание черенка то есть не наращивается корневая стоит черенок страдает поэтому посажу пока эти этот сорт white white ice в маленькие стаканчики пусть пусть там побудут посмотрю как пойдет процесс и верну в тепличку хотя они уже стояли без тепличек верну в тепличку то есть вот такая работа сейчас мне предстоит я буду проверять все черенки там где хорошая корневая система уже рассаживать в горшочке там где корневая система еще не очень хорошая там буду думать возможно если стакан если там уже закис грунт то буду просто пересаживать допустим то что было в торфе поменяю на вермикулит то что с маленькими корнями буду пересаживать в меньшую посудку вот эти буду рассаживать по отдельным стаканам ну и если черенок уже слишком слишком вытянулся то буду прищипывать то есть убирать верхушку чтобы он уже ветвился черенки здесь есть разной степени зрелости то есть вот такие одревесневшие череночки ставились и совсем молоденькие но укоренились и те и другие то есть если постараться то все получится на этом все дорогие друзья до свидания до новых встреч и следующее видео у нас опять пересадки так что заходите посмотреть